Всем привет! Сегодня HVL H9 на обзоре и на тест-драйве. Давайте смотреть, что это за автомобиль. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте рассмотрим сначала внешность и внешние атрибуты. У меня уже был на канале HVL F7X. И, кстати, эти автомобили в чем-то схожи. Схожи они в том, что здесь практически один и тот же двигатель. Только тут у нас две турбины, а на F7X одна турбина. И коробка здесь стоит обычный гидротрансформатор от ZF. Восьмиступенчатый. А вот таким образом выглядит подкапотное пространство. Кому интересно. Здесь у нас биксеноновый свет, противотуманные фары, передние парктроники. Так выглядит решетка радиатора. Подножки есть. И, так понимаю, это с завода, не доп. опция. В этой комплектации у нас панорамная крыша. Сейчас покажу вам, как она выглядит. Рейлинги видите. Во всю крышу еще изнутри потом посмотрите. Боковая линия. Ну, вы, скорее всего, обзор уже видели. Но для тех людей, которые, как я, видят этот автомобиль в первый раз, я думаю, интересно будет посмотреть. Одноклассник Prado. Примерно похож по размерам. Кстати говоря, автомобиль я взял в компании Автолига. Номер телефона дилера, кому нужно, обращайтесь. И ссылка на дилера будет в описании к ролику. Сзади так выглядит автомобиль. Диодные фонари. Фаркоп. Очень хорошо укомплектован. Парктроники сзади есть. Камера заднего вида. Сразу давайте рассмотрим багажник. Здесь у нас, кстати, бесключевой доступ. Распашная дверь. Такой багажник здоровенный тут. И еще в автомобиле у нас предусмотрен третий ряд сидений. Розетка 220 вольт. На третьем ряду есть подстаканники. Такая шторка. Сидения раскладываются у нас электроприводом. Немножко мешает второй ряд. Нужно подвинуть его вперед. Но я думаю, не будем его смотреть. Ничего интересного там, скорее всего, нет. Перейдем сразу вовнутрь. Задний ряд сидений. Здесь они складываются. Соответственно, для того, чтобы получить ровный пол и проникнуть на третий ряд. На втором ряду здесь места очень много. Прям нереально. Ну, я сам за собой сижу, поэтому мне более чем достаточно. Можно ногу на ногу сложить. Сидение у нас, соответственно, регулируется по углу наклона. И по вылету тоже мы можем регулировать количество места здесь. Ручка для того, чтобы удобнее было забираться. Вот так выглядит панорамная крыша. Огромная. Очень большая степень остекления. Диодная подсветка салона. А, кстати, сенсорная. Отдельные воздуховоды. И для пассажиров третьего ряда тоже. Здесь своя климатическая система. Подогрев сидений. Также мы можем сиденье пассажира отсюда сдвинуть. Оснащен, конечно, второй ряд неплохо. USB. И прикуриватель. Розетка здесь. Есть подлокотник у нас. Пара подстаканников. Перфорированная кожа. Очень приятная на ощупь, кстати говоря. Кожаные вставки в двери. Деревянные вставки. Материалы мягкие все. Отделка хорошая в автомобиле. AirClean. Чистый воздух. По всей видимости, какая-то система очистки. Честно говоря, даже не знаю, что это за система такая. Так, в общем, мы поедем сейчас. Покатаемся на автомобиле. И заодно я вам расскажу про функционал. Сразу хочу сказать, что я не специалист. И поэтому я не знаю всех технических тонкостей. Я как обыватель просто сажусь, еду и рассказываю. Честно, потому что я даже не читал прайс. Я не знаю, что здесь, как, вот что увидим. То, собственно, и расскажем. Первое, на что я обратил внимание, это вот такая вот фоновая подсветка. Мы не могли понять, что вот это такое. А это вот регулируется фоновая подсветка. И она еще вот здесь есть тоже. То есть вся в салоне подсвечивается. И вот на выбор можно несколько цветов выбирать. Огромная панорамная крыша. Про нее я уже говорил на заднем ряду. С электроприводом, складывание шторки. Во всю крышу, то есть, ну классно все здесь. Ручки страха есть. Руль регулируется по высоте и по вылету. На руле у нас есть подрулевые переключатели, передач. Вот они. В автомобиле есть круиз-контроль. Не увидел я, чтобы он был адаптивный. Круиз-контроль. Здесь рычажком он включается. Датчики дождя, света, понятное дело. Руль с подогревом. У нас кнопка подогрева на руле. Здесь у нас, соответственно, бортовым компьютером управления. Телефоном. Телефон подключается по Bluetooth. Вот такая вот панель приборов. Панель приборов. Часть дисплея нарисованная здесь. Ну, соответственно, спидометр нарисованный. Тахометр. И остальные датчики аналоговые. Средний расход пока 24 литра. Но мы очень долго стоим. Поэтому такой большой. Я думаю, если активно поездить, будет он сильно меньше. 323 километра всего пробег у автомобиля. Очень небольшой. Ну и по функционалу давайте сразу немного. Здесь трехзонный климат, как я уже показывал. Сзади есть климат отдельный. Здесь две зоны. Есть подогрев и вентиляция сидений. Нажимаем кнопку и выбираем, что нам нужно. Подогрев, вентиляция. Массаж. Есть. И есть поясничная поддержка, которую мы тоже можем настроить здесь. Я, кстати, не мог найти кнопку. Я искал на сидении, но там память сидений только есть. И все. Вот здесь поясничный упор. Из дополнительных опций. Здесь мы можем выключить парктроники. Курсовую устойчивость. Есть у нас помощь при спуске с уклона. Система, которая у нас мониторит полосу движения. Система старт-стоп. Мониторинги слепых зон. Очень удобные. Здесь также они отображаются не на зеркале, а вот здесь лампочка. Это очень удобно. Свет на манер европейских автомобилей включается здесь. Есть датчики дождя, света, биксенон тут. Диодного света нет, но диодные ходовые огни здесь есть. Из этой консоли здесь у нас внедорожные режимы. Есть авто, есть что это, снег, наверное. Вот это, я даже не знаю, это грязь. Ну, в общем, различные режимы. Есть у нас автохолк функция. Есть у нас электрический ручник. Лакировка на минуточку заднего моста. Понижайка и эко-режим. Здесь у нас подстаканники, место под телефон, под дерево. Все сделано красивенько. Прикуриватель, рычажок переключения передач. Тоже все удобно, понятно. Здесь у нас есть кнопка на подлокотнике. Подлокотник, кстати, огромный. Включение заднего климата. То есть мы отсюда можем регулировать его. Подлокотник огроменный. Здесь у нас USB, AUX, розетка. Здоровенный подлокотник. Маленький дисплей. Здесь у нас угол наклона, компас, давление. Интересно, давление это в чем? В турбинах, наверное, показывает. И здесь еще, кстати, есть состояние автомобиля. Тоже много очень различных показателей. Распределение крутящего момента. Температура хладагента трансмиссии. Угол поворота колес. Руль поворачиваем. То есть мы когда... И у нас видно, на какой угол они повернуты. Высота 160 метров. Над уровнем моря, я так понимаю, да? Судя по всему, это обозначает это прицеп. Внешний усилитель. Короче, куча настроек здесь. Реально огромное количество. Дисплей сенсорный. И очень мне нравится то, что все дублируется кнопками. Я считаю, что так и должно быть. Так сильно удобнее. Все, сейчас поедем мы по городу покатаемся. У нас новосибирский снег идет. Пробки. Пробки громадные. Я вот не знаю, о чем будем делать. Ну, наверное, поточним пробкам. В пробках и порассуждаем о том, что это за автомобиль. Кому он нужен. Это рамный недорожник. Напоминаю вам. Напоминаю, что здесь двухлитровый. Я думал, что ему будет очень мало. Этого двигателя. Но на самом деле это не так. Двухлитровый двигатель с двумя турбинами. По 250 лошадиных сил. 240 с копейками. От мониторинга слепого. Вон, пожалуйста. Серега, ты не пристегнулся? Про посадку. Кстати, здесь регулируется по-человечески наконец-то подушка. То есть она по углу наклона регулируется. И по высоте. А еще здесь регулируется длина подушки. Вот это тоже очень классно. То есть ее можно сделать короче, длиннее и ноги не висят. Очень удобные сидения. Боковая поддержка не очень ярко выраженная. Поэтому даже крупным людям будет довольно удобно. Комфортная машина. Очень тихая. И к этому вопросов нет. Подвеска здесь, кстати, упругая. Я думал, будет вальяжная. Сильно будет качаться. Но она такая прям сбитая. Неожиданно для рамного внедорожника. Тем более такого большого. И ускоряется он неплохо. То есть настроена связка двигателя с коробкой довольно хорошо. Удобный руль. Широкий такой. С удобным хватом. И в целом, вот мы уже покатались какое-то время по Новосибирску. Очень удобно в машине. Комфортный. Подсветка. Диздиодная. Сенсорные клавиши. Вроде мелочи приятные. Мелочи приятные. Кстати говоря, сегодня будет просто дорожный тест-драйв. Мы посмотрим, как себя автомобиль чувствует в городе. Есть в планах попробовать бездорожье. Но в том смысле, что сравнить его с несколькими машинами. У нас там еще будет в будущем китайский пикап. Который, кстати, стоит до 2 миллионов, по-моему, в топе, если я не ошибаюсь. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Обязательно про него отдельно расскажем. И бездорожный тест Хавейл тоже сделаем. Но я думаю, на ютубе такие уже есть. Но мы все-таки проведем свой. И посмотрим, как он себя чувствует на бездорожье. Серега, ты что скажешь? Подожди, стой. А? Как думаешь? Что? Да, огонь. Огонь тачка. Не знаю, мне с самого начала, когда я сел, было прям приятно и комфортно. Я и ростом метр восемьдесят один, и мне и спереди, и сзади посидел. Прям классно. И по интерьеру именно, не знаю, мне кажется, даже по удачнике какого-нибудь Прадика. Мне почему-то Прадики, ну лично, мне не сильно нравятся. Как УАЗик. А здесь как-то все приятненько сделано, много, стильно, функционально. Да, кстати, всегда интересно послушать мнение человека, который на автомобилях ездит обычно пассажиром. И просто интересно, как ему в плане комфорта. Кстати, еще отметить хочу, здесь очень большие зеркала. Они затемнены синим оттенком. То есть вас слепить не будут автомобили, которые сзади бывают. Люди ездят на дальнем свете. Удачно расположены индикаторы мониторинга слепых зон. Про это я тоже уже говорил. И в целом материалы отделки, то есть пластик мягкий, выглядит все хорошо. Ну кто-то может сказать, что кнопки это архаично довольно, но на самом деле, на самом деле... Я больше любитель аналоговых кнопок. Потому что в движении управлять кнопками сильно удобнее, чем сенсором. Ты, наверное, надежнее, да? Да, ну, хотя вот, честно говоря, зимой вроде бы сенсор тоже нормально работает. Ну, подтормаживает маленькое какое-то время. Потом автомобиль прогревается, и вроде бы все хорошо становится. И хочется к чему-нибудь придраться, а что-то особо не к чему. Вот я реально думал, что будет мало двигателя, но в принципе достаточно. Звезд с неба не хватает, он, конечно, там не спортивная машина, надо понимать. Уедет уверенно, бодро. По управляемости как? Да я же говорю, тоже подвеска, она сбитая. То есть, в повороты негде особо разогнаться, чтобы попытаться там как-то... Да. Ну-ка, на перестройках. Нормально перестраивается. То есть, очень прогнозируемо. Интересно, конечно, попробовать бездорожные режимы, но у нас сегодня не будет времени на это. Я просто боюсь, что если вдруг мы застрянем, а мы обязательно застрянем, нас некому будет вытащить просто. Поэтому бездорожье мы сделаем отдельным роликом в сравнении его с еще китайским пикапом. Китайский пикап и, наверное, возьмем из Сузы еще и Димакс. Я думаю, так, то есть, три машины. Может, еще УАЗик, как само прочим. Из Сузы Димакс. И вот мы покатаемся там, посмотрим, что он у тебя может не бездорожить в городе. Удобно, комфортно. Только я здесь не нашел интерфейса CarPlay и Android Auto. Вот, не знаю, есть он телефон, то есть мы жмем контакты устройства. А есть ли здесь что-то подобное, CarPlay и Android Auto, честно говоря, я не нашел. Еще раз напомню тем людям, которые говорят про то, что нужно готовиться к обзорам. Я к обзорам не готовлюсь. Мне неинтересно прочитать вам содержание брошюры. Я хочу получить свои впечатления и ими уже с вами поделиться. Все, кстати говоря, хотелось бы вам напомнить, вот что, если вы планируете покупку автомобилей Хавейл, то вы можете получить особые условия. Для этого вам нужно связаться со мной. Контакты вы найдете в описании к ролику. В закрепленном комментарии, если на ютубе смотрите. Либо в описании к ролику будет ссылка на форму, заполнив которую вы также сможете получить свои привилегии при покупке. Но мы уже сами с вами свяжемся, поэтому не стеснайтесь, заполняйте. Кстати, ребят, что касается музыки, вот сейчас играет музыка в микрофон. Я не знаю, насколько вам хорошо слышно, но звук тут очень достойный. На колонках написано Infinity. Чуть за музыкой не знаю, может быть какой-то китайский премиум, но звучит очень хорошо. Я прям покатался, поездил, очень понравилось. Кстати говоря, ребят, я еще посмотрел подвеску здесь. Здесь спереди многорычажная, два поперечных рычага подвеска. То есть такая же, как на Prado, а сзади мост неразрезной. То есть это полноценный внедорожник. Да, интересно, конечно, будет его потестить на бездорожье. Надеюсь, вскоре нам удастся это сделать. Так что на канал подписывайтесь. И не пропустите это видео. Пару слов про массаж. Здесь два их уровня. И это просто офигенная штука вообще. То есть она есть и у водителя, и у пассажира. И, соответственно, поясничный упор есть у водителя, и у пассажира. Вообще топовая вещь. И подогрев, и вентиляция. Блин, столько опций. Приятное впечатление, конечно, машина производит вообще. А вот таким образом выглядит здесь свет. Напомню, здесь Big Sinon. Это ближний и дальний. Ну, к свету вообще претензий нет. То есть прям отлично упит он. Противотуманные фары. Ну, противотуманные фары здесь галогеновые. А так свет, конечно, шикарный. Кстати, еще, ребят, хочется рассказать немного про осветительные приборы. Во-первых, вот так смотрятся сзади фонари задние. Здесь есть подсветка порогов. Вот такая надпись HVL. Круто. Алюминиевая накладка тоже с подсветкой. Педальный узел подсвечивается. Ну, и вот такая вот фоновая подсветка. Вот она в двери. Сверху. Спереди тоже она есть. И в задних дверях она имеется. И вот, как я уже показывал, меняет она цвет. Видите, красный, желтый. Очень круто. И вот этот вот цвет. Он не слепит совершенно. То есть, можно с ним ехать вполне себе комфортно. Так, ну, уже вечер. В общем, такой получился обзор и тест-драйв. Автомобиль HVLH9. Может быть, что-то я не успел рассказать. Забыл. Времени было немного сегодня. Поснимать у нас. Вообще, тачка классная. Прям классная. Управляется даже... Я, если честно, от рамного внедорожника ожидал то, что он будет крениться как-то. А здесь как-то сбалансировано неплохо довольно. Опять же, они есть крены, но не такие, что страшно, как будто ты перевернешься. Даже вот боком попробовали бы пораздавать. Нормально она едет. Двухлитрового этого турбированного двигателя хватает. Вот еще раз убедился. Отлично едет восьмиступенчатый автомат. Все это дело у нас работает в паре. Изумительно. Не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии свои. Очень интересно было бы послушать владельцев. Интересно послушать, какой у вас получается расход на автомобилях. Ну и как в целом он во владении вам. Может быть у вас есть какие-то вопросы. Может быть что-то нравится, что-то не нравится. Напишите в комментариях, пожалуйста. Чем недовольны, может быть. С чем сравнивали, когда покупали. Тоже интересно будет почитать. И подвеска вот она сбитая прям. То есть в меру комфортная, вальяжная в том смысле. Но вальяжной ее вообще нельзя назвать. А вот по уровню комфорта неплохо. Шумоизоляция неплохая, она же в полной резине. Но все равно отлично в салоне, тихо. В общем автомобиль самое приятное впечатление произвел. Но едьте, катайтесь на тест-драйве, чтобы составить свое. Все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok